Самые опасные участки в Севастополе находятся вдоль побережья от Любимовки до Качи. Здесь весь берег в трещинах. Вот такие уже отколовшиеся куски породы в любой момент могут сойти вниз. Нормального тут ничего нет, потому что обвалы здесь, на этом побережье, особенно на западном, они всегда были, есть и будут. Это естественный процесс. Вон такие заколы происходят и обвалы происходят здесь. Сейчас, в частности, на этом участке обвалы у нас фиксировались до 2000 кубометров сразу. Эта часть берега на пляже в Немецкой обалке осыпалась совсем недавно. Сейчас участок огородили ленточкой. Правда, по мнению специалиста, эта мера предосторожности беспечных туристов не спасёт. Новый массив земли, который уже откололся и может сойти в любую минуту, накроет всю ширину пляжной зоны. Объём тут где-то 500-600 кубометров сразу обвала. Он, видимо, был до самого уреза, но просто за это время штормами, ну, волной размыло немножко язык обвала. Это съёмка 2010 года. 2000 кубометров грунта сошли прямо на пляж в той же Немецкой балке. По счастливой случайности обошлось без жертв. Отдыхающих успели предупредить дельтапланеристы. С тех пор туристов здесь не убавилось. Мы сидим, по-моему, довольно далеко, потому что вообще не боимся. Мы смотрим на вершины склонов, потому что очень видно, которые могут упасть. Ходим по краю берега моря и располагаемся только там, где нет подмымов на склонах. Их видно сразу по щелям, вот как они начинают отходить. Там мы никогда не встаём. Как бы я так посмотрел, думаю, может, всё-таки нет. Ну а вообще опасно это, конечно. В Севастополе больше 80 активных оползней. Помимо Качинского побережья, опасными считаются зоны в районе Балаклавы, склоны у Мусасара, Щебухта-Ласпи. Оползневым разрушениям подвержена дорога вдоль трассы Севастополь-Ялта. Кроме того, критическая ситуация сложилась на мысе Фиолент, где интенсивное строительство вдоль прибрежных скал ускорило процесс разрушения горных пород. В Балаклавский район имеется 14 обвалы опасных и оползневых ситуаций. Даже можем вот сказать, автодорога там села Морозовка на восточном склоне до ныне реки Сухой, либо улица Жуково, Флюсово, Снайперская, ну и ряд. Таких порядка 14 объектов. В Гагаринском районе таких имеется 3, в Ленинском имеется 13, в Нахимовском 14. Этот берег в Голубой бухте, который в любой момент мог обрушиться на пляж внизу, разрушили искусственно. По похожей схеме обезопасили оползень в районе бухты Ласпи. Но к таким мерам прибегают только в частном порядке. В городской казне на это средств нет. Мы считаем, что в начале лета надо делать обследование и наиболее опасные участки, блоки такие, которые вот-вот могут рухнуть, и просто искусственно обваливать, обрушать. Но этого тоже не делается. А насколько дорогостоящая операция обваливать? Нет, ну естественно что-то стоит. Но по-моему жизнь человеческая дороже. Нами в лице начальника управления выходят с пропозициями на районные администрации, на госадминистрацию о проведении внеплановых заседаний комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, на которой мы инициируем проведение и рассмотрение вопросов по таким местам необорудованным и обвалоопасным, по установке запрещающих знаков при необходимости ограждения этих территорий и недопущения нахождения на них. Все, что делают власти, так это устанавливают предупреждающие знаки и таблички. Правда, иногда их ломают те же отдыхающие, но зачастую просто не обращают на них внимания.